Казахстанцы стали жертвовать больше денег на благотворительность. По данным платежного сервиса Киеви, за прошлый год в помощь нуждающимся через терминалы было переведено более 200 миллионов тенге. Это в три раза больше показателей 2013-го. Однако в мировом рейтинге благотворительности Казахстан значительно потерял свои позиции. На каком месте оказалась страна и как эксперты предлагают изменить ситуацию, узнаем у Жанны Рахимжановой. Спасибо, Ирина. Казахстан стал 101-м по уровню меценатства, потеряв за год 35 пунктов. По данным аналитиков, лишь 1% жителей страны занимаются благотворительностью регулярно. Улучшить показатели эксперты предлагают налоговыми послаблениями. Добрый вечер, вы смотрите Народный капитал. Британская организация Charities Aid Foundation ежегодно составляет мировой рейтинг благотворительности. В 2013-м Казахстан был на 66-м месте, но год спустя не вошел даже в сотню. И это при том, что во всем мире число филантропов растет. Лидирует в рейтинге щедрости традиционно США и, к удивлению многих, Мьянма. Одна из наименее развитых стран мира. Но к благотворительности здесь особое отношение. Помогает буддизм, который на территории страны развернул огромную сеть для сбора пожертвований. Показатели Казахстана в мировом рейтинге, возможно, улучшат закон о благотворительности. Сейчас он на стадии обсуждения. И в окончательную версию документа эксперты предлагают внести пункт о налоговых льготах. Например, сократить налог на прибыль для компаний, занимающихся благотворительностью. Не на 3%, как сейчас, а на 10%. Впрочем, удачных примеров меценатства среди крупных компаний в Казахстане и сейчас немало. Например, специальная коррекционная школа-интернат в Алматы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата седьмой год находится под патронажем Народного банка. Финансовая организация ежемесячно выделяет деньги на нужды 148 воспитанников. Банк сделал ремонт, полностью оборудовал тренажерный зал для детей и подарил микроавтобус. Воспитанники также получили возможность участвовать в различных конкурсах, как внутри страны, так и за ее пределами. Очень высокая социальная ответственность и, наверное, гражданская позиция и руководителей Аллыбанка, и сотрудников. И такая поддержка необходима, потому что, да, государство задержит нас, государство все делает для детей с ограниченными возможностями, но мы хотим большего и лучшего. И когда нас бизнес поддерживает, это помогает реализации детей с ограниченными возможностями. Всего Народный банк помогает 35 детским домам, школам, интернатам и специализированным учреждениям по всей стране. Это покупка мебели, одежды, канцелярских товаров. Наряду с этим банк совместно с благотворительными фондами оснащает детские больницы необходимым медицинским оборудованием, которое госбюджету порой не по карману. Благотворительности и социальной поддержке мы уделяем очень большое внимание, поэтому у нас разработан документ, в котором есть три направления главных, по которым мы оказываем помощь. Это прежде всего дети, социальные защищенные, дети, инвалиды и ветераны. Поэтому мы стараемся, чтобы это было связано еще и со спортом. Народный банк полностью финансирует детские баскетбольные команды Казахстана, оплачивает тренеров и аренду спортивных залов. Осуществляется поддержка и секции по художественной гимнастике. Финансовый институт также не первый год выступает почетным партнером Алматинского марафона. Помимо этого, банк регулярно помогает ветеранам войны. В этом году, к юбилею Великой Победы, мы проспонсировали издание «Трехтонника» с воспоминаниями ветеранов войны, их родственников, участников Трудового фронта. Но все же вернемся к мировому рейтингу благотворительности. Среди постсоветских стран в аутсайдерах оказалась Россия. 126 место из 135 возможных. Выше всех поднялись Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан. Страны, где не первый год действует закон о благотворительности. В Казахстане его, вероятно, примут уже в этом году. И, очевидно, это отразится на числе тех, кто будет готов расстаться с деньгами в пользу нуждающихся. Впрочем, история показывает, что для тех, кто хочет оказать помощь, нет никаких преград. Так, в 80-х годах прошлого века канадец Терренс Фокс решил устроить благотворительный забег через всю страну с протезом вместо правой ноги. Конечность ему ампутировали из-за рака. Мужчина хотел собрать пожертвования на онкологические исследования. Однако после 143 дней бега марафон пришлось остановить. Здоровье его ухудшилось и вскоре от лета не стало. Но в итоге компания привлекла более 20 миллионов долларов пожертвований. У меня на этом все. Ирина. Спасибо, Жанна.